В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте! Среди лидеров Одесской области последние пять лет занимает четвертое место в списке регионов, лидирующих по темпам распространения ВИЧ-инфекции. А за шесть месяцев текущего года наш регион и вовсе занял первое место в стране по распространению ВИЧ-инфекции и СПИДа, а также второе по смертности от страшного диагноза. Сегодня, во всемирный день борьбы со СПИДом, медики констатировали, в группе риска теперь находится каждый из нас. Эпидемия ВИЧ-инфекции в Украине является одной из самых тяжелых среди стран Восточной Европы и СНГ. За 27 лет в стране зарегистрировано почти 256 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, в том числе более 71 тысячи заболевших СПИДом. От болезни умерло 33,5 тысячи украинцев. И это только официальная статистика. За последние полгода Одесская область выбилась в лидеры по распространению ВИЧ и СПИДа. Сам город Одесса среди всех административных формирований области всего 32. Второе место по распространенности СПИДа. Каждый месяц о диагнозе ВИЧ-инфекции узнает 60-65 жителей Одессы, то есть два человека ежедневно. Вирус выбирает самых активных граждан. Возраст его излюбленных жертв от 25 до 49 лет. Если раньше было принято считать, что ВИЧ и СПИД – это удел наркоманов и работниц секс-индустрии, то сегодня в группе риска находится каждый. Украина вступила в этап генерализованной эпидемии. Это значит, что это такое? Это значит, что уже теперь все население, то есть все мы с вами являемся главной целевой группой. Мы все являемся в группе риска, в группе опасности. Бороться с ВИЧ и СПИДом украинцам помогает высокоактивная антиретровирусная терапия. Благодаря ей смертность от недуга в Одесской области снижается. В десятки раз реже стали случаи передачи вируса от матери к ребенку. Но не стоит забывать, что лекарства от ВИЧ-инфекции и СПИДа по-прежнему нет. Сейчас есть на разработке наших иностранных коррехов рассматривается 3-4 курса вакцин для ВИЧ-инфицированных. Одни вакцины рассматриваются как лечебные, вторые вакцины рассматриваются как вакцины, которые будут предотвращать заражение. Это как постконтактная профилактика, но точных цифр и точного определения, когда мы сможем наконец-то научиться лечить ВИЧ-инфекцию, сейчас нет. С 2004 года в Одессе можно бесплатно сдать анализ на ВИЧ и СПИД практически в каждом лечебном учреждении. Знания каждым человеком своего ВИЧ-статуса, утверждают специалисты, это первый шаг современного украинского общества к преодолению эпидемии, которая сегодня стала не столько медицинской, сколько социальной проблемой. Наталья Костенко, Алексей Сорокин, Седьмой канал. Выходные не обошлись без скандала. Противники застройки Лонжерона организовали сбор подписей на территории пляжа против строительства там парковки у дельфинария Немо. В митинге приняли участие около сотни активистов. Общественники утверждают строить здесь с нарушениями. Горожанам вышел один из соучредителей дельфинария Андрей Кисловский. Но диалога так и не состоялась. В вашем случае, я могу сказать правду одесситам, что я строю для своего дельфинария парковку, для того, чтобы обустроить свой бизнес. А вы иуда, чистый иуда. Давайте без оскорблений, без камплений. Я вас не оскорбляю, пожалуйста, меня не оскорбляйте. Я вас не оскорбляю, вы ваши слушатели. Все доступно, открыто, полностью будет хорошо сделано. И сегодня для одесситы получат прекрасное место на территории города Одессы, на нижней пляже. Это машины, машины. Один из общественников кинул в представителя дельфинария монетку, завязалась драком. А затем активисты обнаружили у охранника дельфинария пистолет. Милиция изъяла его. Оружие оказалось травматическим. Покажите пистолет. Покажите пистолет. Покажите доктор. Бачите пистолет. Вообще это был произвол, потому что у человека забрали его личную собственность, телефон. И человек начал толкаться. Милиция его задержала и отобрала у него оружие, пистолет. Но дальше надо выяснять, что это за пистолет, кто этот человек. И какое право он имеет вообще отбирать телефон у общественности. Городская власть согласилась с активистами. Признала, что застройка проходит с рядом нарушений. Представители сразу нескольких организаций Евромайдана пикетировали сегодня областную прокуратуру требуя от представителей ведомства добросовестного выполнения законодательства. Активисты вменяют прокурорским чиновникам нарушения во многих районах Одесской области. Обо всех таких случаях активисты хотят поговорить с областным прокурором. Есть вопросы к ведомству и улюстраторов. Это по Крыжановке, Лонжерон, Белограднестровская группа привезла целый пакет вопросов. Затока, дело Дьякова. И вопрос иллюстрационных списков, которые мы подготовили прокурору Одесской области. К сожалению, на сегодняшний день не то количество чиновников этого ведомства уволено по прямой действии закона о иллюстрации. А именно Замфира, Финик, Табичук, Кравцов, Немы, Качур, Корнилов, Черный. Пока эти фамилии попали под действие закона, хотя мы предоставили список на 33 работников прокуратуры. Электронная демократия – залог доверия населения государству. К такому выводу пришли эксперты в сфере информационных технологий. Они разработали проект «Зеленая книга». Книга предусматривает фиксацию всех действий органов власти в электронном виде. Развитие электронного управления осуществляется по четырем направлениям. Оказание административных услуг, межведомственное взаимодействие между публичными органами власти, внедрение электронной демократии, работа с открытыми данными. Подобный европейский опыт, воплощенный в Украине, – это мощная антикоррупционная система, считает координатор проекта Игорь Куспляк. Это мощный антикоррупционный факт. Дело в том, что в местном встрече чиновника и гражданина в данном случае уже будут выполнять портал, где гражданин заходит и получает услуги. Понятно, что если нет личного контакта чиновника с гражданином или гражданина с чиновником, возможность зарождения коррупционной связи есть наиболее минимальна. С ледоробами под самым потолком в Одессе прошел открытый чемпионат области по ледолазанию. Настоящий лед заменили отвесные стены с множитым зацепов. Спортсмены проходили по пять коротких, но довольно сложных трасс. Кто справился лучше всех, знает Андрей Цганко. Драйтулинг или ледолазание по стенду в Одессе – молодой вид спорта. Это всего третье состязание в нашем городе. Поэтому неудивительно, что на трассах оказалось больше гостей, чем одесситов. Особенно многочисленная команда приехала из Харькова, где уже дважды проходил чемпионат Украины. Оба этих соревнования были проведены в Харькове. Именно на большом скалодроме, вертикаль. Там есть специальные дорожки, отведенные для ледолаза. Потому что ледолазы обычно лазят не в такой специальной обуви в скальниках. А у них есть кашкаботы, там специальные стоят острые зубья, которые бьют пирать прямо в фанеру. На этих состязаниях спортсмены поступают со стендом гораздо гуманнее. И ледорубы ставят в специальные зацепы, из которых выложены трассы. Расположены они так, чтобы, несмотря на небольшое расстояние, ледолаз прошел максимально сложный путь. Время от времени участники берут ледорубы в зубы для удобства и делают провисание, чтобы отдохнуть. Всего в зале пять трасс, на прохождение которых дается несколько попыток. Сколько ты уже прошел? Пять. Осталась последняя. Пятая, по-моему. Или четвертая трасса. А вот эта вот с висящими таким? Да, прошла до конца. Какие тяжелее, чем остальные? Ну, немножко тяжелее. Разные трассы по сложности. Ну, а так, вроде бы, все тяжелые, интересные, хорошие трассы. Алексей Шемчук только что прошел одну из самых сложных трасс. Говорит, было нелегко, ведь обычно он лазит без ледорубов. И это совершенно другая история. Я впервые в этом зале. Мне нравится, интересно. Вот, необычно. Вот, трассы для ледолазания тоже необычные. Я таких не видел прежде, вот таких подвесных элементов. Я еще не пробовал, попробую впервые. Такое ощущение хорошее, эмоции положительные. Состязания завершились триумфом гостей. У женщин весь пьедестал заняли киевлянки и харьковчанки. У мужчин первое место также досталось Харькову. Серебро и бронзу взяли одесситы Владимир Кайдаш и Артем Циколовский. Андрей Цыганко, Алексей Барановский, 7 канал. На этом пока все. Хорошего дня и прекрасной недели.